Приветствую вас! Давайте мы с вами для начала разберёмся с тем, что вы написали. Вы пишите, меня волнуют проблема того, что я слишком осознаю мысли. Значит, если есть проблема, что проблема должна чем-то вредить вам. Соответственно, чем вредит ваша проблема? Может быть, если вы раскроете именно вред проблемы, то будет несколько проще, лучше, яснее понять, с чем она связана. Дальше. Вы говорите, слишком осознаю свои мысли. А слишком это вообще как? Ну, как это вообще? Слишком. То есть, согласитесь, согласитесь, пожалуйста, с тем, что слишком, да? Слишком. Сверждение, ну, такое оценочное. Вот. 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 И... Мне кажется, что нужно избегать вот этого. Оценочного. Оценочного. Вот. Вот. И необходимо... Необходимо... Определить критерий. Критерии вот этого, вот этого вот, оценочного, то есть вам необходимо критично отнестись к тому, по какой причине вы считаете, что именно слишком сильно следите, значит, ну, там, за своими мыслями. И это нужно обязательно исследовать. Дальше. Дальше. Вы пишите, что началось это примерно полгода назад, когда начиталось в литературе типа Брандсфернинга. Брандсфернинга точно. В материалах, материалы, посвященные в силе мыслей. Возникает вопрос. Для чего? То есть, зачем вы, значит, начали читать эти книги? Для чего? С какой целью? Вот. Понимаете? Вот с этим, с этим я и рекомендую вам ознакомиться поближе. То есть, для чего вы начали читать эти книги? Чего вам не хватало? Вот. Что вы начали это делать? Ну, ведь, наверное, для чего-то, наверное, что-то вам, значит, было нужно. Вот и получается, значит, что проблема появилась еще раньше, значит, ну, еще до того, как вы начали эти книги читать. Вот. Понимаете? И на эту проблему вы внимание, как бы, ну, не обращаете. Хотя она, эта проблема есть. Вот. Я думаю, так. Ну, и, наконец, последнее. А хотите-то, собственно, чего? Ну, вообще, чего хотите конкретно? Ну. Что есть? В чем вопрос? Ваш. Как избавиться? Ну, давайте разбираться. Начнем с того, чтобы определить критерии, чем проблема вредит, какой вредит, в чем негатив, какая выгода слежки за мыслями и так далее, и так далее, и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.